Ну давайте я еще раз теперь сформулирую основной вопрос, который волновал, можно сказать, человечество, начиная примерно с рубежа 50-50-х годов 20-го века. То есть, действительно, с тех пор прошло больше 50 лет, прежде чем вот случилось это чудо, о котором я хочу рассказать. Задача. Найти Fn, равное максимальному числу точек Vn, каждые три из которых образуют острый угол, острый угольный треугольник. При этом я надеюсь, что теперь всем понятно, что надо себе воображать острый угольный, он не острый угольный. Нам просто формально надо проверить, что знак скалярного произведения положительный. Понятно? Восстановка, да? Или не очень? Мы хотим в адмирном пространстве найти много-много вот таких вот точек с n-координатами каждой, так, чтобы любые три из них, вот в этом смысле скалярного произведения, вот таких вот разностей, имели острый угол, образовывали острый угол. Так, друзья, главное, чтобы понять этот вопрос. То есть, вот есть у нас какие-то точки, их там, я не знаю, 100, 100-500, сколько хотите. И нам просто для каждых трех из них надо проверить, что вот все такие скалярные произведения положительные. Если они все положительные, значит, давайте говорить, что мы нашли острый угольное множество. Сейчас, острый угольное множество, это множество, в котором каждые две точки образуют острый угольный треугольник. Вот вопрос f от n, какова максимальная мощность острого угольного множества, как максимум, сколько в нем элементов в размерности n? Вот если n равняется 2-ке, то мы знаем, что ответ это 3, ну, знаете, я n уже не буду писать, просто пишу f от 3-ке. Мы верим, что ответ 5, мы знаем, что f от 3-ки не меньше 5-е, я объяснил, и верим, что не больше. Это мы все знаем, да? Ну, замечательно, я люблю в этом месте чуть-чуть расширить публику вопросом продолжить в последовательности. Ну, то есть, можно ли высказать какую-нибудь гипотезу в общем случае, имея на руках и данные? Ну, понятно, можно высказать массу гипотез, но вот какое у вас предложение? Можно предположить, что с каждой последующей плоскости количество здорового или количества цена? Ну, то есть, вы предполагаете, что f от 4-х это 7 и так далее, да? То есть, это просто последовательные нечетные числа, ну, или если угодно, что f от n равняется 2n-1, ну, что, неплохая экстраполяция, да, почему бы нет? Ну, это, конечно, вопрос, мы этого не знаем, мы знаем, что для двух значений это так, а дальше, ну, бог его знает, может, правда, может, нет. Вот фибонач. Во, прекрасно, я вот ждал этого, потому что есть еще один вариант, как продолжить эту последовательность. Ну, у нас, конечно, нет вот этого 1, 1, 2, с которого начинаются числа фибоначчи, но 3, 5 это некоторый кусочек ряда фибоначчи, да. Следующий тогда 8, потом 13, знаете, фибоначчи, правда? Вот, ну, есть другая гипотеза, что f от n это n на число фибоначчи, давайте я вот так обозначу, как это принято, в общем. А, кстати, знаете, как растет n на число фибоначчи, с каким ростом эта последовательность? Как она ведет себя? Не слышал никогда? Ну, Николай Геннадий Касов. Давай, это золотое сечение. Один, ну, на самом деле, то, что вычитается, вот это ерунда, потому что один из поли из пяти пополам меньше единицы, и при больших хм вообще никакой роли не играет. А вот эта составляющая значимая. Значимая? Ну, смотрите, один плюс пяти чему равняется, примерно? Два с чем? Ну, я чуть лучше скажу, два и две десятых, да, два и... Ну, между два и два и два и три. Два и два это 4,84, два и два это 5,29. Вот, ну, где-то там 2,25 сотых. Если вы это делите пополам, получается примерно 1,612 тысяч. И вот это 1,612 восходится по н-ную степень. То есть, когда n очень большое, это очень большое число. Все же понимают, что геометрическая прогрессия растет куда быстрее, чем вот эта... Ну, прямая. Прямая геометрическая прогрессия. То есть, у вас явно разные гипотезы по своей внутренней сути. Это гипотеза, что наше число растет медленно, а эта, что куда быстрее. Все понимают, да? Ну, ладно, это пока гипотезы. Прямая гипотеза.